Возвращаемся на Эпик Прайм Лигу. Продолжается у нас встреча между Сайбериум, Сид и Эмпайр Хоуп. Первая катка была реально жесткая, реально мясная, я бы сказал. И команды выложились на полную. Но я надеюсь, что у них сила осталась вдоволь. И у тех, кто победит, останется сила еще на один матч. Все-таки у нас сегодня еще Венера, как-никак. Да, сегодня у нас три БО-3 серии. Если мне память не подводит. Но мы видим, что пока что Эмпайр Хоуп не изменяет своим традициям и забирает примерно тех же самых героев. Ну а здесь у нас появляется интересный персонаж Акс для команды Сайбериум и Сид. Ну и если вспоминать прошлую карту, надеюсь, что была хоть какая-то работа проведена с игроками команды Сайбериум. Сделаны были какие-то выводы насчет того, что не нужно... Агрессия, это, конечно, классно, но всему нужно знать меру. Сейчас мы видим более такую хорошую академичную игру. Вообще, конечно, им нужно было сделать выводы по многим вопросам. И в частности, почему вообще игра зашла в ситуацию, когда вы без стороны играете. И я бы не сказал, что это была такая вот из серии плановая отдача, когда вы можете отдать сторону и при этом спокойно играть. Нет, они игру проигрывали. Им потом просто позволили вернуться. И вот это самый главный вопрос. Ну и второй уже, конечно, да. Когда вы ситуацию выровняли, немножко все-таки быть поспокойнее, принимать более взвешенные решения. Да, это сложно, но в этом-то, наверное, и состоит мастерство команды высококлассной. Не в том, чтобы, там, не знаю, сначала фармить крипов на линии, а потом, там, более-менее драться. Конечно, и то, и другое важны, но они... Но это является лишь необходимыми качествами, а, как бы, достаточными для выхода дальше могут быть другие. И в том числе это быстро оценивать ситуацию верно и действовать при этом как единое целое. Хотя, с другой стороны, они действовали как единое целое, но вот с оценкой немножечко не повезло. Гримстроук, Гримстроук, Дарк Виллоу, Акс. Вот такой вот выбор. Комбинируется эти герои неплохо. Например, на Аксе можно повесить Инкс Веллоу, он залетит, кастанет кол. И потом еще пролит это все станом. От связки тоже, ну, Акс прикольно. Прыгать Аксу, когда два героя связаны между собой. Скорее всего, они далеко разойтись не смогут. Можно подагрить двоих. Фея может дать две курсы. Но на этом пока что комбинации с Гримстроуком заканчиваются. А у Империи опять игра первым номером агрессивная, потому что появляется мистер Тасик. Да, Таск и Чантра с Бистмастер уже неплохой такой действительно и пуш потенциал от Team Empire. Ну и Коров, конечно, пока что своих не показывали. Марфа мы видим, что сами Имперцы забанили в этот раз. Его мы в этой игре не увидим. Хотя Морф был довольно хорош на прошлой карте. Да, Морф действительно очень круто сыграл. Скажем так, он позволил привести игру в ситуацию, когда играть было уже комфортно и оставалось только закончить. Так, на этот раз с Лансера начинают. Ну, довольно рано открывают этого Лансера, учитывая, что есть Ласпик. Но Ласпик хотят для Мидера взять. Мидер сыграл здорово, как мне показалось. Да, Мидер действительно был хорош, вопросы были больше керри на прошлой карте. Но, опять же, там была Нага. Здесь снова у нас Иллюзионисты, здесь у нас потом Лансер. Но, возможно, на ПЛ попроще будет на линии стоять. Хотя линия, опять же, неприятная в очередной раз. Будут Лансера пытаться пробивать и нужно будет ему всячески помогать здесь фармить. Ну и сейчас мы увидим какого-то кора от Empire Home. Да, вот им можно уже думать как раз-таки про Мидера, потому что Ласпика у них не будет. У них, в общем-то... С другой стороны, они сейчас видят этого Лансера и они решают взять Алхимика. Ну, тут реально может быть очень быстрая игра прям для Empire Home. Если все удачно сложится, с этим Алхимиком прям могут задавить. Да, Алхимик это всегда высокий темп. Это либо Radiance, либо BF и то и другое против Лансера хорошо. Опять же, Radiance поздний против Лансера не так хорош может быть. Но ранний, безусловно, законтрит все иллюзии. И будет отличным подспорьем. Ну, Алхимик это всегда, скорее всего, быстрая игра. То есть, с Алхимиком игры затягиваются не так часто. Вопреки тому, что там... Он считается лейтовым, да, в головах у многих, что это типа лейт. Но, на самом деле, скорее это темп, это не лейт. Если Алхимик набирает свои слоты, но при этом у Лансера такие же, то не сказать, что все хорошо, Алхимик. Посмотрим, что будет на последний драфт. Все-таки, куда пойдет этот Алхимик, тоже очень важно. Чем его можно закрыть? Ну, с упортами уже не закроешь. Ну да, мидера какого-то нужно брать. Ну, какие варианты у нас есть? Темпларку брать, условно. Темпларка это отличный вариант. С одной стороны, с другой стороны туча. И... Да. Ты страдаешь. Ну, опять же, желательно, чтобы кто-то еще приходил гангать этого Алхимика. Особенно в начале игры, да. То есть не давать им вот этого хорошего старта. Если Алхимика загнобить, то реально, как правило, шансы есть. Да вот забанили Тимбера, но остался еще, на самом деле, Макака. Очень сильный персонаж, который может прийти на мид. Вот сейчас им надо брать героя, который встанет против Макаки. И если Макака будет... Она же не в бане, она не в бане. То... Залетит. В общем, очень интересные драфты. Пока мне эта серия нравится. Ну, это Кунка. Ну, в принципе, он может... Макака все еще норм. Он может постоять, но все-таки для МК действительно комфортная игра. И сейчас мы увидим, что же это будет. Можно всегда взять какую-нибудь кэжуалу лину, условно, но это достаточно тонко в рамках линии. И против Кунки, мне кажется, не самый приятный будет лайнат в притоку. Что еще из таких нот, если помимо Манки Кинга... Осталось 5 секунд. Манки Кинг занял у меня 90% мозга. Ну, не знаю, нет, но можно все еще тампларку взять. Но, скорее всего, не придется уже ставить против Алхимика. Алхимик, наверное, на легкую пойдет. Ну, взяли Некра. Это сильно. Это тоже сильно. Дело в том, что и Кунка, и Алхимик часто бывают пробиты там на пол-ХП. Их добить косой можно. Это, во-первых. Во-вторых, появляется талант. Хотя достаточно поздно. И, опять же, если мы говорим про темп высокий, Алхимика это не помешает. Есть талант на снижение регенерации. По регенам. Да, снижение регенерации. И это будет очень хорошо работать. Ну, какой-то, на самом деле, пик бронебойный. Я понимаю в каком-то смысле желание забрать Некровса. Потому что ты видишь четырех милишников. У тебя есть Тякс и Гримстроук. Это уже здорово. И ты добираешь еще Некра. С другой стороны, и Макака против четырех милишников хорошо зашла. Но! Макака это все-таки физика. И не так много магии. А им не хватало в драфт магического урона. И поэтому, думаю, что поэтому решили забрать Некровса. В целом, драфт снизу выглядит как боеспособным. Есть одно но. Им нельзя упускать инициативу. Нельзя упускать темп. Друзья, я вам напоминаю, что официальный партнер турнира это Вулкан Бет. Новый легальный букмекер. Ну, а у нас скоро совсем начнется игра. И мы увидим. Напомню, что Empire Hope ведут. Вот очень-очень, конечно... Я даже не знаю, вот на месте кого я хотел бы быть в этой ситуации. Потому что, с одной стороны, все зависит от пика вот этих ребят. Но, с другой стороны, вот чуть-чуть они игру отпустят. И на них уже бежит там алхимик с четырьмя слотами, а у них ничего нет. Я не совсем понял, почему она за стопки крыса бегает. Это намек. Причем она такая бегает, что, знаешь, наполовину погруженная в пол. То есть, она как плывет, как бы, получается, где-то в текстурах. Это очень забавно выглядит с этой стороны. Она плывет там, потому что так и задумано, или просто так вышло? Видимо, потому что так вышло. Я не знаю. Я вот тоже тут старый реплей чекал. Ну, карта же не поменялась в последнем патче, когда вот вышел Battle Pass. Ничего не поменялось. Но по какой-то причине, если вы зайдете сейчас в старый реплей, ну, не совсем старый, а вот, допустим, там, двухмесячной давности, то все герои будут так вот на высоту одного хайграунда приподняты относительно земли. Почему-то. Причем все. Ну, то есть, где бы они ни находились, они будут всегда выше поверхности. Может быть, какое-то глобальное изменение было в плане углубления карты. Уровень карты понижен, да? Ну, да, чуть-чуть углубили внутрь, как вариант. Но об этом в любом случае сказано не было. Да не, ну, это, ну, типа, это просто, как бы, если это было сделано, то это носило исключительно какой-то визуально-косметический характер. Скорее всего. Потому что где-то что-то там не было видно, но, опять же, посмотреть... Да. Посмотреть можно только... Так, ну ладно. Старый хлеб. Что у нас тут в итоге? Кунг и Намид, здесь все ясно, против него будет Некрофос с Дэдпульсом. Это все замечательно, если у Некро с лоскутным динайом проблем и будет, и по манне и ПХП страдать тоже не должен. Вот, у Кунга тоже достаточно плотный парень, его там сложно как-то в рамках линии 1 на 1 напрячь. Тут еще важный момент сейчас баунтируны, конечно же, для команды Empire Hop. Все-таки алхимик в пике, и чем больше вы баунтируны забираете, тем лучше. У нас Пабер, видимо, отдается на первую кровь, да? Да. По тим тегам его просто быстро разбирают. Ну, он знал, он наш сошел. Первую кровь для мидера команды Empire Hop, но это не конец. Empire Hop понимает, что они сделали первую кровь, почувствовали пусам и кровь, но и побежали дальше. И, видимо, 2 снизу баунтируны попробуют забрать сейчас. Правда, вот вернулся уже обратно у нас здесь Хейс, но решил не рисковать. Но, я так понимаю, не забрал. Очень рано еще, 20 секунд, очень много времени. Есть достаточно времени у Сайберем, чтобы перестроиться и на топе хоть что-то сделать. Но пока что мы видим, что... Ага, они на боте попытаются. Очень страшно против. Да, тут все застревают в кустах. Так, у нас что? 4 баунтируны против Химика. 4 баунтируны, да? Не-не-не, не 4. Все-таки Лел Плеб забирает одну и, возможно, еще Пабер на сапоге. Оба! За Денайл. Ну, молодец. Он за Денайл, он не дал Алхимику. В итоге Алхимик забирает 2. Ну, это уже неплохо. В любом случае для Алхимика с пассивочкой прокачанной. Ну, мог 3. Пожадничал Бист, мог аккуратненько забирать свою и все. Но он реально мог 4 забрать с другой стороны. Хотел как лучше. Так, ну и что по итогу? Здесь Джеймс побежал уже за Пабером под очередным тюм-тегом. Правда, всего лишь 2 удара. Удар успел дать за счет того, что все-таки Пабер на сапоге. Сказывается разница в моспиде и то, что ты милишник отыграешь все-таки. Поэтому немножко его пробил. Ну и снизу нужно пытаться душить, конечно, Алхимик. Сейчас в первую очередь ребятам с командой Сайберием. Но, правда, здесь представляешь немножко энчандрос. На порцию демиджа. Тут еще дает Курьера. Да, это приятно. Для Дарквиллу. Очень так стоит. Просто накидывает по энче. Скорость атаки позволяет. А у энче просто выбора не было. Там она заперта была за счет Брама Алмейза. И не хотелось выходить наступать. У него выходил просто так вот. Ну, просто размениться по хп. Пытаться. По крайней мере. Так, не дает вард свой. Очень много заденайли уже. Баунтируну заденайли. Вард заденайли. Это, конечно, не очень хорошо. Но самое главное, что сопернику ничего не досталось. Как же больно энчандрос. Маленькая хлипкая. Так, тут минус кабан от Пабера. Сверху. Ну, а на миде, да, кунка и некрофос фармят. Нельзя, нельзя отпускать здесь ни в коем случае своих оппонентов в команде Сайберио. Да, кстати, вард заблочил спаун. Вот тоже важно, чтобы энча там никаких хрипов не брала. Вообще, забавный момент получился, что энча изначально хотел в своей центре заденайть, но в итоге не успел. Немножечко, поэтому... Остается без запода. Да, тут, да, и получается, что она, с одной стороны, не успела заденайить, да, заблочился спаун, а потом еще и туда прилетел вражеский сентри. То есть смысл ставить сентрю прямо на спаун? Ну, наверное, был смысл в том, что ты, как бы, получаешь такой обзор уникальный, который ты раньше не получал, потому что раньше ты никогда сентри прям на спаунбокс не ставил. С другой стороны, ты вынужден потом эту сентрю ломать, точно, и оппонент просто своей сентрю вынудит тебя покупать еще, а мы увидим, что у феи еще одна есть. Поэтому здесь, ну, ей ничего, будет очень тяжело разблочить. Ей, по-моему, идти куда-то в другое место брать крипа даже проще, если она хочет этого делать. Тем более, вон, ее сейчас уже практически прогнали. Брамбл Мейс попадает. Значит, это сейчас, возможно, будет фраг, хотя вовремя она забирает голема, там за счет этого подстанет как-то сейчас Дарквилл, Дарквилл, да, все-таки делает фраг. Там все очень сильно прожигает Баттл Хангер, не было возможности как-то в себя скинуть сентрю. А он ведь только первый. Ну, да, Акс уже внизу тоже начинает наглядеть во все, но правда, под Тавром, конечно, не самая лучшая идея. Просто Акс мог бы по такой игре взять и второй Баттл Хангер вместо Агро, потому что все равно сейчас, ну, понятно, что Агро берется там и на будущее. Так, вот он сейчас, кстати, мог под Агро пинчу. Ну, просто где ей брать, кого ей тут ласхидить, если он возьмет второй Баттл Хангер, он же будет ее просто съедать. Ну, Малик решил вот так вот. Присо мне Малик! Так, наверху. Попытка была нападения за счет Аксуэлла, он там как-то медленно бежал Фантом Ланцер, видимо, у него в кулдауне был Фантом Ранж, да, так и есть. Могли забрать по проводе Бестмастера, но не удалось этого сделать. В миде у нас равное противостояние, в принципе, как и говорилось. Правда, вот нападение вроде как планируется сюда сейчас на Хейза. Проблема у него, потому что перед тем, что Джеймс и Хинтек, но с другой стороны есть Гош Раут. И здесь уже Пабер на помощь прилетает, поэтому фраг сделать не удалось. Да, Хейз отлично сыграл, не пожадничал, взял Гош Раут, и если бы он этого не сделал... Ну, Гош Раут полная контрация к Тиму, а тем временем с Фея. Враг, возможно, для Алхимика. Да, отлично. Питюню. Питюню, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, что за... Он, наверное, Фея хотел дать, но не успел, потому что она умерла от него же. Ну, мог бы кто-нибудь другой дать, но не на корову, что-то пока играем. Да, Питюню в итоге не дает, и Алхимик пока что очень бодро идет до этой линии. 27 на 2 у него, топ-2 Крепстат. Мы понимаем, что... Так, пятые минуты сейчас будут. Монетку или Тучку? Вот в чем вопрос. Большинство выбирают Тучку. Как правило, да. Так, баунтирунки. Да, Алхимик в троечку все-таки себе взял, монеточку. Поэтому нормально. Мы подстанили его. Но, правда, венчатрос рядом, нужно забежать. Аграм акт возвращает обратно. Алхимик немножко регенится, пытается улететь. И, скорее всего, улететь, да, урона не хватает, чтобы его забрать. Ну и спокойно продолжит фармить под Тауром. Я не обратил внимания, что по итогу глобально у нас получилось. Баунтирун, он не зря взял. Он почувствовал, что они забирают много. И взял именно под этот. На самом деле, реально хорошее действие. Потому что... Так, там, окнарта убивают. Но... А, он полетел не на фонтан, а он полетел сюда. В надежде на то, что он сейчас шестой где-то как-то возьмет. Ты про Алхимика? Да. Да-да-да. Там просто огромная пачка крипов была по Таурам. Нужно было это, конечно, лететь, фармить. Глупо было упускать такую возможность. Но у него реген прилетел ему в любом случае, а нет. Короче, он выиграл, вот за счет того, что он вкачал себе третий Гривилс Грид, он выиграл две баунтируны. Как будто бы лишние забрал. Относительно того, если бы он не вкачал. Ну, Малик тут на фейзах реально бодро несется. Очень быстрый. С другой стороны, уже почти шестой Алхимик. Да, шестой появится. Уже можно, наверное, отсюда будет сваливать как-то. Потому что Алхимика сложно будет напрячь уже на линии. Шестой левел. ПХП проблем не должно быть. Так, в это время у нас там бегает Таск в виде. Чтобы будет попытка выйти в мид, либо же кого-то здесь забрать. Пабер, например. Ну, не знаю, не уверен. Пабер на сапоге. Нужно его хорошенько как-то закрыть шардами. Извините, Гримстрока одного он... Один он и Гримстрока, вернее, не одолеет. Без снобула вообще не как. Без шансов. 3500 Алхимик. Можно начинать уже смещаться потихоньку в леса. Но немножко не хватает тучи, наверное. На седьмом уровне возьмет тучу все-таки. Так, во всяком случае, делают большинство. Потому что туча помогает фармить. Но, с другой стороны, его пока и с линии не особо выгоняют. Вот куда-то пошли искать энчу. Фармить лес здесь. Несет себя стик грейженный пока что. Тоже нужная штука. Так, у нас внизу там нашли энчантрас. Энчантрас под курс от крауды. Но нет, они решили не тратить на ее время. Все-таки реген там слишком хороший уже за счет захила. Поэтому. Опять заблоченные спауны. Алхимик недоволен этим, естественно. Потому что... Ну, а как этим можно быть довольны? Деньги. Да, деньги его... Обученная возможность пофармить. Он реально бы фармил сейчас и линию, и лесок. И стаков наверняка нет. Хотя я сейчас гляну быстренько. Нет, нет. Ну вот двойной. Тут нет, нет. Тут кунка сам фармит. Ну, в общем, только тем, что есть на линии. Нашли. У нас в итоге таска здесь. За счет косы его забирает. Здесь Хейс отлично. Он реально долго там тусил. Он там пытался найти какую-то возможность. Все-таки сделал фраг. Но в итоге отдался сам. Еще и аркейн руну себе забирает мидер команды Сайбериум. Ну и пока неплохо себя считают. На промках линии. Таск долго сидит в таверне. Прям долго-долго. Из-за того, что с косы умер. Опять. Ситуация повторяется. Потому что я говорил, что были проблемы у нас у Наги. На прошлом статье сейчас погибнет скорее всего. Фантомасов. Лил Плеб. Да, Лил Плеб. У нас что-то как-то вторую игру прям незаметно его совсем. На кэри позиции, по крайней мере, точно. Потому что что у Наги было в прошлой игре, проблемы у нее были по фарму. И сейчас. Он плохо проводит стадию лейта. Ой, как прокрутился здесь Акс. Акс прям раскрутился пару раз. Как раз то, что нужно. Тем временем, правда, Гримстроука находят у нас. Но он быстрый. Он быстрый. Пошел за ним Таск. А вот Алхимик не пошел. Но Алхимик понял, что они его не догоняют. Он реально быстрый на сапоге. 335 МС. Они бы долго еще ковыряли его. Да, тучу решил тоже не тратить на него. Хотя, потратил бы сразу тучу. Могли бы убить. В общем, действительно, вкачивает третью тучу. И просто идет фармить лес. Внизу Малик. Проблема у него. Он, конечно, Агр тратит. Но он понимает, что отсюда будет, куда не денется. В итоге его забирают. Как-то вот то, что происходит, вообще не на руку сейчас в команде Сайбериум. Потому что они делают все, что угодно, кроме убийства Алхимика самого. Они убивают Таска дважды. Таск убивает Акса. Они убивают там. Они убивают Сям. А в итоге Химик просто фармит все это время. Так, сейчас будет попытка разменяться аванпостами. На аванпост отжали, да. Это уже точно. А вот что с баунтирунами будет, пока неизвестно. Предположительно, две на две. Ну, это уже неплохо будет. Без XP, я так понимаю, остается Empire Hop сейчас. Да. Ну и две баунтирунные заберут. Две баунтирунные забирают и фармит. Я так понимаю, их это устраивает. Алхимик там уже потихоньку идет с Аккер Телек. Малик очень подставляется Энчандрос, а ей вот на два прокрута. Она не успевает ничего сделать, потому что она же там жмет хил даже заранее. Стики заранее не нажать. Получает Агр, два прокрута и все. И она с топора улетает. У нее всего-навсего 660 хп. Да, то есть ей 410 хп снимают и можно топором добивать. Это очень неприятно. Ну и вот еще и вышка падает сверху. То есть бестмастера вообще там оставили на, как сказать, на полный фрифарм. Мало того, что у вас химик на фрифарме в лесу. Ну, в лесу можно сказать на фрифарме. Так еще и бестмастер. И не сказать, что кунки прям сильно мешают. Короче, пока огромные проблемы у Сибири. Ну да, единственное, что, конечно, внушает оптимизм Нетворс Некрофоса. Но опять же, это только некор. Вот сейчас в сумаках попытка выйти, найти этого алхимика, я так понимаю, но поздно. Из-за алхимика здесь уже нет. Алхимик смесился в другую часть леса, фармит. Причем фармит стаки здесь. И Нетворс его продолжает уверенно расти вверх. Наверху, возможно, сейчас найдут бестмастера все-таки через смок. Через косу. Но это будет уже хороший фраг, да, был скам подращен в бестмастера. А бестмастера реальные проблемы. Ну, он тут нереально долго жил, на самом деле. Пока не погиб. Ну, коса. Нужно косу давать. Бестмастер там уворачивается. Еще как-то хилочку на себя накидывает. Еще живет. Серарайс. Не достает. Кек. Очень плохо было сделано все. В итоге бестмастер уводит всех кабанов, всех некрачей. Он сломал тир-1. Он пробил на треть тир-2. Что очень серьезно. Тысячу хп снял ей. И при этом, опять же, это все было время потрачено ради того, чтобы просто вот так вот пробежать. А химик просто фармит. Делает себе сам два дабл стака. Пытаюсь треснуть мипа. Да, уже почти три тысячи нетворс у него. Три тысячи нетворс гостей. Три тысячи голды почти на руках. И Сайкл Трейлик совсем скоро появится. Да, при том, что лансер у нас очень-очень пока что медленно подбирается. Что-то я не знаю, что происходит. Я, конечно, не так много смотрел за линией. Фантом-лансер, но вроде бы у него все должно было быть хорошо. Но прям совсем слабенький фарм 4200. Ну, такое. Да, пусть вас не смущает. Это не золото лансера. Это золото химика, который у меня был выделен изначально. Золото лансера, наверное, мы не сможем посмотреть. Да, его не видно из-за того, что он дискнулся. Но можно примерно оценить. То есть у него где-то тысяча... Две с половиной, три с половиной. Ну, где-то у него 500 золота там еще есть сверху, может быть. Если я правильно понимаю. Да, и мы видим, что Фантом-лансер здесь собирается, судя по всему, драться. Да, потому что будет себе приобретать диффуза сразу же. Но не видим никаких там промежуточных яш или чего-то еще. Нельзя играть в разгон против химика, потому что он разгоняется быстрее. Нужно играть максимально быстрый темп. Таска накрывают косой, не добивают. Ну, пошел. С руки забрали, да. Да, то, видимо, под набег Лил Флеба хотели сделать фраг. Но далековато был Фантом-лансер. Да, с косой не забрали, но сделали фраг. Здесь. Ну и Тавр хотят снизу зафоксить. Сейчас, да, верим, забрать. Я так понимаю, да. Тавр, скорее всего, заберут. Так, нам в лесу что-то у нас происходит. Опять очередной нападение на Энчантрос. Ну, как ты говорил, два прокрута и смерть. Энчантрос испепелили. Ну, бист продолжает. Ой-ой, что это такое? Куда, Малик, ты что? Повезло, что? Повезло, что не крутонулся. Вообще, на самом деле, повезло. А, нет, теперь уже не повезло Малику. Правда, Джеймс покатился куда-то. Что-то, два, да, хватает урона, чтобы сделать фраг. Бисмастер, правда, теперь под угрозой. Пошла привязка не самая лучшая от Гримстроука. Бисмастер подстанила здесь. Бисмастер, скорее всего, погибнет. Да. Бисмастер погибает. Но на этом, я так понимаю, фраги заканчиваются или нет? Потому что могут сейчас пулку, может быть, что забрать. Он ломает итоги маншу. Охота на некров. Да, тут, конечно, все это в пользу Радиент. Они продолжают отфармливать своего Химика. При этом вот такой вот какой-то врыв происходит невнятный. Там, если бы Акс еще пару раз крутанулся, он бы добил некра и просто бы умер. Ему повезло, что некр умер в итоге от вышки. Что он прилетел? 4 тысячи ведут. Пока непонятно, насколько это много. Но все-таки 8200 химик против 5700. Это многовато. Против 5700 некров, против... Ну, на диффузах шанс будет еще. Потому что диффуза дадут много. Но вот определяющий момент, наверное, будет 15-я минута баунти руна. Потому что у Химика к этому моменту уже будет Радиент. И он будет стремиться к своему второму артефакту. Что здесь это будет, нам пока неизвестно. Ну, вот Радиент 14 с небольшим. Нормально. Это не сверхрекорд какой-то. Это хороший тайминг. Так, Кунг цепляет Пабера. Очень хорошо по таймингу возвращается Пабер сам. То есть даже несмотря на накинутый Сайланс. Ну и вот, пожалуйста, Радиент готов. Пабера снизу минусует. При этом Лансер еще без диффузала. И Лайтлесс продолжает рубиться с ним. Кстати, Лайтлесс тоже отлично. И диффузал прилетает прямо в этот момент. Нужно делать ТП. Делает ТП. И уходит. Я только хотел сказать, что Фантом Лансера вообще не пробивает. В это время, правда, нападений наверху нет. Захребнулось нападение, потому что сюда уже перетянулся Некрофос. Пытались забрать здесь Малека. Только хотел сказать, что практически урон не наносит сейчас Фантом Лансера. ТП, но урон сразу же пошел. Так, у нас в это время Джеймс, если что, выжимают? Ну, Джеймс забрал Баунти Руну, что очень круто, играя с Алхимиком. И Химику дал. Вот он только Рейденс купил на 14, а у него уже 1700 золота после подъема Баунти Рун. Вот вам и пожалуйста. И БКБ будет очень быстро. То есть, если у него будет БКБ, а тут еще диффуз-то толком, ну, нереализован, можно сказать. Да, от одного диффуза не так много профитов. Посмотрите, что происходит. Подходит Кунка, да, да, и Торрент в тычку, и все. Уже 2-3 КП отлетело у Фантом Лансера. Сдуло, как говорится, как будто и не было. Есть сразу фласка. Сюда, правда, есть перетяжка от команды Сайбериум-Сид, но Кунка все, видимо, да, там видно было, по идее. Видели. Как-то на Варде бежали игроки команды Сайбериум, и Кунка ушел просто. В миде, возможно, сейчас вот если... Ну, вот Алхимика никак не могут найти. Алхимик пока что грамотно действует по карте. Вообще не выходит никуда. Его бы забрать хотя бы разочек. Да, его что-то вообще... Его как бы и не видно, но мы-то понимаем. Но рано или поздно он придет, и его будет очень хорошо заметно в драке, я думаю. Просто своей массой задавит. В миде пошел проказ от Кунки, нападение на Некропос. Не так много урона залетает, как хотелось бы. Выкатывается Джеймс, Дорфил успевая спрятаться в Шаду Реал. Синкаставали, все, в итоге никто не погиб. Ну, они увидели Акса, там по нему Бист прокатился топориками. Увидели, что у него Блинк. Не дали ворваться, но потом еще и Лансер СДД подошел. Поэтому, как бы была попытка вначале фокуснуть Некра. Но здесь, если ты Некра не добьешь, то он тебя сам потом добьет. Вот в чем проблема. А добить его с таким запаком нереально, учитывая, что в тебя пруднет Акс. И часть урона на себя съест. Сейчас Эмпайр Хоуп, все закономерно. Просто прижались к базе чуть-чуть, пока Химик дофармливает БКБ. Дофармит БКБ, а ему осталось совсем немного. И все. Да, БКБ уже будет совсем скоро. Забрали тавр пока что в миде. Решают лес пофармить Эмпайр Хоуп, пока что чужой. И тут кубаны встречают Дарквиллу. Воюет с кабанами. Ну и мастер, по идее, улетит отсюда. А, у него-то понятно. Ну, нормально. Он поживет. Он будет жить здесь. Он же еще в спину может выйти, на кого-нибудь нападет. Если вдруг драка в миде какая-то окажется сейчас. Может быть, что и команда сможет быть полезным. Ну, а кто его ожидает? Ну, все думают, что скорее всего он улетел. А он тут продолжает фармить. Курьера. 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 Идут за химиком в смоках. Ну, шикарная игра от Таска. Он ревилит смока. Великолепный выбор позиции. Прочитал эту ситуацию. И все. И химик можно считать уже с БКБ. На 18-й минуте БКБ Рэддианс. Очень быстро. Очень сильно. Мастери. Видит лансера. Ой-ой-ой. О-ля-ля. А вот настоящего-то видно. Акс. Очень плохой прыжок. Но, в принципе, этого хватает. Бист не может накричать. Нужно это сделать. Но Банша. Косой его еще накрывает сверху. Погибает. Смастер. Отлично. Хорошо, я бы даже так сказал. Ну, и можно попробовать попушить линию. А ухимик идет рядом. Что-то очень странное сделали. Могли просто, на самом деле, в этом лансер. Настоящего было видно. Прекрасно, причем, было видно. Кунка решает закрепскипить. Но, кажется, для него это конец. И то он уже не успеет угрожать. Второй лансер окружить, да. Кидать крест на корабль. Все это тщетно. Но, кстати, не совсем понятно, стоило ли оно того, чтобы вот так вот фидеть на Кунке. Все-таки ты имеешь довольно серьезный нетворс. Да, ты вроде бы стянул. Но эта стяжка была на буквально пару секунд. За счет того, что Акс там разрубил, он просто уже вернулся обратно. Да они все равно ничего не пушили. Нет, конечно, это того не стоило. Потому что Кунка должен был быть вместе с командой и принимать этого лансера, которого было видно за счет того, что на нем аркан руна светилась. И они могли его фокусить. Застанил его таск. Следом бестмастер с лоу граунда бы просто ему кинул. Но в итоге его не было. Потом он еще отдался. Но как бы все в этом алхимике. Все в алхимике. Он пока драться не желает. Он хочет формануть себе еще брони. На мой взгляд, вот это уже такой пик силы у него. БКБ. Прям с БКБ нужно было идти и бить лицо. Потому что против БКБ здесь ничего нет. Но он решает выходить дальше в артефактах. Ну вообще на самом деле БКБ Кираса. Ну это как бы... Акс. Обычно так то есть. Акс подставляется, летит сюда Гримстрок. Попробует... Нет, отменяет. Не сперяет уже никак. Непонятно как Акс здесь остался один вообще на самом деле. Никого рядом не было. Джеймс пытается сейчас забрать баунтиру. Куда он это сделает? Как бы ему там не накидали за это. Ну точнее в Хейзу не накидали за БАЗ. Холбок взлетает от Алхимика, да, и нападение на Хейза. И да не спасает Террорайс, к сожалению. Хейза должны забрать. Ну вот он Алхимик, который наконец-то пришел в драку. Он владец. Сделали фраг, забрали тавр, отступает. Может быть пока все сумоны, пока ульта есть Рошана, по-быстрому забрать. Ну и здесь Мастери круто сыграл. Он Некром задержал этого Некра. Да, как бы это ни звучало. Это правда. Так, ну что, Рошан падает. Рошан падает и не успевает. Вроде как сюда Сайбериум. Там плюс еще стоит Лайтл. Или Акс. Акша сваривает. Ой-ой-ой, Акс врывается. Какая дичь. Боже мой. Это просто жесть. Там под Эксвелом еще Лилплэп до конца идет. Алхимик погибает. Падает Рошан. А Эгис забирает себе Фантом Лансер. Опять же повторяется сценарий прошлой карты. Казалось бы, ситуация, где драку проигрывают с Сайбериум. Мы понимаем, что они вроде как слабее, но Сайбериум на каком-то кураже своем, знаешь, в энтузиазме. В энтузиазме постоянно ищут вот эти возможности, когда можно реально на пассе подраться. И у них получается эти драки переворачивать в свою пользу. Акс нанес 3200 урона за секунду. Вот он даже не за секунду, наверное, даже, наверное, за полсекунды нанес этот урон. А если бы Гриммстрок еще на него кастанул Инксвелл заранее? А если бы у него еще и Блэйд Мэйл был готов к тому времени? Да, да. Это было бы жестко. Он бы, наверное, всех убил, да. Да. Ну, все равно, то, что он сделал, это было очень круто. Так, Рошана забирает. А, вот так вот. Рошан-то его забрал, он даже не отдался. Его добил Рошан. И после этого... То есть, вообще, можно сказать, что идеальный врыв от Акса. Да, идеальный размин с себя. Инча выкупилась. И силы тьмы забрали Рошана. Ну, то есть, да, реально, идеальный размин. Это не повод фидить, конечно, после этого. Ну, Акс пока не скажет, что фидит. Корабля, он уворачивается, шукастует кол от себя. Но, правда, конечно, от этого героя здесь не выстоять никак. Все же, ну да, это смерть. Ну, сейчас, может быть, на отступлении кого-то попробовать. Может быть, хотя бы Некров там забрать. Нормально. Ну, игра еще не плохо, ты считаешь, да. 150. Еще 150, уже 300. И там кабанчиков еще. Ну, да. Так, подождите, а тут перехват. Нападение на мастера. Сейчас соло-фраг может быть. Да? Соло-фраг оформляет свечка в итоге. Не успел здесь таск на помощь. И это еще один фраг в копилку команды Сайбер. Сайберимся. Ну, вот она, собственно говоря, ситуация, когда все делали неплохо. Ошибок особо их не допускали. Сайбериум, да. Немножко они отпустили алхимика. Вроде бы первая ошибка была. И за нее должны были поплатиться. Но после этого все сложилось таким образом, что наошибались гораздо больше Эмпайр Хоук. И теперь это все очень сильно бустит. Мы видим, тут уже и фея соло-киллы делает это мощно. И Некрофос собирает себе, да собирает лотос. Появились первые Некроу-феи. И Лансер Сен-Жин-Яша делает Сатане. Ну, я как бы алхимику хочу сказать, что его время наступает, конечно, только. Но как только оно наступает, оно начинает медленно-медленно двигаться уже в сторону Лансера. И если сейчас он пока что смотрится неплохо, и темп его еще позволяет ему, скажем так, какое-то время пофармить, то дальше, когда они уже будут там в 4 слота, он уже не сможет прям сильно обогнать. Так, Акс. Ой, подловили здесь Бисмастера на подъеме, но правда не так много урона, как хотелось бы вылетать. Сноубол. Здесь алхимик, колбу выкидывает. В итоге по иллюзиям. Праймал Эрор. Все вставали в Некро. Некро могут забрать. Некр не успевает дать косу. Некр погибает, но погибает также и Бисмастер у команды Эмпайр Хоук. И ставится пауза. Походу, Некр вылетела. Я не знаю, что, потому что он... Хотя нет. Не, он нажал грифсы, мы видим, Гост он прожал. Когда там пытались его зафокусить, но урона хватило. Гост он прожал заранее, потом почему-то он нажал грифсы, но не нажал стик и не нажал эссенс ринг. Эссенс ринг, да, это странно. Он бы мог выжить на этом. На лоу хп, но пожить бы мог за счет Госта, да. Так, ну что, таск, скорее всего, сейчас зафокусит. Он все еще под террорайзом. Алхимик, алхимик с БКБшечкой здесь. Ну, в общем, неудачная атака-то на самом деле, потому что что-то влетел Акс. Да, забрали Биста, но потеряли Некра. Может быть, на второй волне как-то попробует Акс чем-то еще удивить. Вот сейчас отступит 7 секунд, и потом ворвется. За это время... Там в Алхимии, там в Фантом Лансеров драки с Аегисом, как бы можно Аегис попробовать разменять. Да-да-да, вот сейчас отдать Аегис, отступить, и потом все встанут вокруг этого Лансера, чтобы добивать его. А, еще, они, кстати говоря, не добьют Лансера, они под террорайзом. Они просто еще даже не развернулись в сторону базы. Там Алхимик, по идее, не под террорайзом. Я вот на нем не вижу эффекта. Да, кстати. И БКБ он не прожимал. Кто-то под террорайзом. Я вот вижу, там, помимо... Таск, Таск. Таск еще кто-то. На ком-то иконка есть. Не знаю, кто это. Кабан под террорайзом. Все, я понял. Кабан под террорайзом. Кабан, конечно, опасный парень. Не спорю. Так, ну да ладно. У нас возвращается Гримстрок, но Гримстрок тоже свои скиллы уже все отдал. Сейчас будет пауза сниматься, и давайте посмотрим, что будет дальше происходить. Скорее всего, минус Аегис. Это как минимум. Как максимум может быть вторая смерть Фантома Лансера. Если, конечно, сейчас чего-то не исполнить такого, из серьезного акса. Фейл. Ой, а не туда побежал Алхимик. Он не понял, где настоящий. В итоге взрывают здесь, конечно, Лансера. Лансер. Лансер. Лансер все еще жив. Он еще живой. Он еще там забирает саппортов. Алхимик остается один. У него есть БКБ. У него есть 20 стиков. Выбили Аегис. Нужно бежать. Нужно бежать. Правда, проблема в том, что сейчас его могут догнать и наказать. Но там был ЛХП, на самом деле. Он флоу из БКБ. Его не накажут. Ну, как много Лансер сделал. Лил плеб. 3000 урона, хотя оставался на ЛХП, обманул Алхимика, побежал за игры с суппортов всех. Это при том, что Некор у них умер и не успел дать, ну, в принципе, ничего. Да, я согласен. Я почему-то думал, что Лансеры гораздо быстрее сотрут, но здесь красава. Но, опять же, ошибка от Алхимика. Вся надежда была на него в этой драке, в этом моменте. И драка, можно сказать, что выиграна командой Саберин. А в чем? В том, что он убежал за иллюзией? Ну да, ошибся. Ну да, тут, конечно... Ну, что поделать, человеческий фактор, как бы. Это же не искусственный интеллект какой-то. Как понять, где настоящее? Ну, да, да, да. Это какая-то такая из серии, можно сказать, какая-то даже не ошибка, а помарка. Ну, винить в этом Химика тяжело достаточно. Я не скажу, что прямо это, знаешь, все. Дисбант, кикам и так далее, ну, бывает ошибка. То есть, посчитал, что, скорее всего, там настоящие. То есть, здесь реально в таких моментах с иллюзиями сложно, как ты знаешь, предугадать. Потому что там 50 на 50. То есть, даже ситуация, когда начинают тебя катить иллюзиями. Прочитаешь ты или нет? Я бы даже сказал еще ниже, учитывая, что иллюзии несколько. Ну, в общем, это в итоге немножко порешало. Говорю немножко, потому что в любом случае у Лансера был Аегис. И второй раз забрать его по такой игре было бы сложновато. Там все уже умирали. Ну, и мы видим, что у Некрофса появляется Lotus Orb. Если грамотно использовать все свои спылы, опять же, то очень, очень много может восстановить себе хитпоинтов. Весл не такая большая проблема. И, кстати, он потихоньку подбирается к 20 уровню. И к таланту на уменьшение восстановления здоровья. 32% это очень серьезно, это очень много. У них, правда, Весл нет, но они, видимо, решили, что Некро будет их Веслом. В принципе, 32%. Просто если бы Весл был, то там вообще они 50% бы срезали на постоянке. Это много. Особенно для Алхимика это существенно бы было бы. Так, ну что, собирается снизу обе команды. Вроде бы как подраться. Там подпуш небольшой Т1, убегает в Сидомастере. Там, наверное, забрали. Отдал Некрофс. Заработал 5 монет. Потерял 150. И еще 150. И еще 2 кабанов. Что-то многовато. 30, да. 18, нормально. Еще и артефакты начинают выпадать. Т3 уровня. Мы видим, там Орпоп Дестракшн выпал. Только кто заберет, почему вопрос. Наверное, ФПЛ какой-то, да? ФПЛ пока что. А, нет, Орпоп Дестракшн у нас выпал команде Пайтфол. Да, да, там Тасик будет носить. Скорее всего, у него и останется. Ну вот, время Алхимика. Сказал я, что оно начинается, но... Вот оно уже вроде как и закончилось. Потому что Лансер его чуть ли не догоняет. Сейчас опять разрыв чуть вырос. Но слоты очень приличные. Ну да. Обычно ты смотришь игру с Алхимиком. Ты понимаешь, что ты должен... Ну, хочешь видеть Алхимика в своей команде, который там будет 7-8 тысяч лидировать всегда. Да. Преимущество иметь в Галде. Относительно Кора. Тогда ты понимаешь, что его не убить. Здесь как бы драка внизу сейчас. Кстати, будет. О-о-о. Опять ошибся. Опять иллюзии. Опять размансил. Здесь Фантом Лансер. Вкатывается там Вакса. Праймал Рор. БКБ прожимает Лайтласс. Лежит вперед. Хоть от Акса забрать, Акса забирать. В это время очень больно. Очень больно Некру. Некр убегает из драки. Но в это время там Алхимикс Армии иллюзии пытается забрать Джеймса. Получает стан теперь оригинальный Алхимию Фантом Лансер. Коса залетает. И Кунг убивает с косы. Некр сейчас отхилится. Пошел Сатаник от Лансера. Пора отступать им по Айрхобу этой драки. В итоге, да. Драка для них не лучшим образом сложилась. И Тавр, наверное, снизу они также потеряют сейчас. Ну, видно было, что очень плохо драка начинается. Они не смогли подцепить Лансера за счет Креста и Торрента. После чего Банка тоже не туда улетела. Даже если бы туда это не зарешало. Потому что с таким статус Резистансом, Си и Сатаником, Лансера бы там застанил на микросекунду. После чего они получают Солбайнд. И когда они получают Солбайнд, они вынуждены бежать из драки. Потому что если они получат две косы, это будет terrible damage. И если они еще и умрут с этих двух кос, то они отправятся в таверну на слишком долгое время. Потеряют им инициативу. Проблемы сейчас могут быть у Мастера. За ним тут вроде как выехал Фантом Лансер. Да, но нет. Мастер далеко. Ну и да, складывается впечатление, что сейчас с Абериум проведут время максимально с пользой. Позабирают тавера. Вот последний внешний тавер остался у нас на миде. Он сейчас ухудет. И там уже Рошан появится совсем скоро. Следующим артефактом для Лансера будет Эбисол. И это финиш будет для Алхимика. Он уже вообще не сможет драться. Фея летит к Таску. Таск не смог захватить Аванпост. Икспы не получит. Хотя нет, получит. Потому что Мастери правильно с этим захватывает. Не успевают перетянуться. Молодец Мастери. Силы тьмы используются. Что по паунтам? Ну, кстати, каким-то образом... Одну. Тут Джеймис уже брал одну, да. Для своей команды, но хоть что-то. Дальше, чтобы с каждой минутой все меньше и меньше шансов оставить своими паер-хоуп, чтобы что-то сделать в этой карте. Вот, возможно, сейчас летит стан по Аксеру. Ну, привязка от Фабера. Пэйл живет за счет Сатаника. Прячется в Доппельгангер, убегает отсюда. Корабль залетает от Кунки. Сноубол. Сноубол по Пэйлу. Пэйл на фонтам Раше. Нужно захиливать. В итоге захиливает Пэйла. Заканчивается на разворот. Сейчас заберут Джеймса. Разрубает его Акс. Алхимик сейчас взорвется. Кстати, это может быть фатальная ошибка для него. Потому что здесь уже Акс рядом под Инцвелло. Да, Алхимика наколили. Алхимика сейчас бы с косой еще накрыть было бы идеально. А его накрывают с косой. Ой, 110 секунд и байбек у него нет. Лайтлорс пытается драться. Отлично играл Лоту с Орбом. И прячет Акса за счет этого в Сноубол. Ну да, байбеков нет. Это был провал. Но опять же, как сказать, провал. Это была отличная игра от Лансера. Он нажал все свои спылы. Как красиво он спасся на Фантом Раше, побежав на Крипа. Причем вовремя прочитал момент, когда ему нужно убежать. Потому что там уже летел корабль Кунки, который скорее всего бы его убил. То есть он вовремя ушел, он понял, что нужно валить. Вот. И молодец. Здесь как бы можно сказать, что реабилитировался после прошлой карты. Потому что там подмечали, что не хватало. Я в игре на ноги сиренит. На лейнинге. Вот ему тяжеловато на лейнинге. Но потом он хорошо себя чувствует по игре. Вот именно на стадии лайнер. И причем стоит отметить, что у него реально непростые линии были. Падает пока что от Тир-3. Он пойдет еще в драк. Рошана не торопится забирать. Ну а зачем забирать Рошана, когда действительно можно позабирать строение вражеские? Это логичнее. Это, наверное, гораздо профитнее. Учитывая, что там байбэк-то не будет еще очень долго. С косы умирал нас алхимик. 40 секунд сейчас в таверне. Я в это время внизу сейчас заберу также Т-3. Сверху у мастери под атакой. Но он подвел кабанов, чтобы расплитить урон с Бедлома. Может, умрет. И все равно не хватило. Даже так не хватило. Слишком много урона от феи. Что поделать? Да, тавер падает. Байбэк у бейсмастера тоже не имеется. И, видимо, нижняя сторона тоже упадет в имперс. Ну, в оправдании бейсмастера скажу, что алхимик все равно не успевает появиться. Поэтому его смерть не такая критичная. Но бейсмастер бы здесь ничем не помог своей команде снизу. Это уж точно. Лучшее решение было бы сплит-пушить. В идеале бы, конечно, улететь. Но погиб и погиб. Поделать. Да, забрали там бараки снизу. Стоит Рошан. Рошан второй. Сыроегис. Тут его уже контролирует энчантра. Дарпилов прекрасно знает об этом у нас. Я думаю, что и одна, и другая команда. Нужно дождаться бейсмастера. Ну, и попытаться подраться как-то за этого Рошана, возможно. Но самим при этом идти... Вот прям просто невзирая ни на что, я бы не советовал Дайр. Игра полностью под их контролем. Они играют против Алхимика, ведут 10 тысяч. Они этого, конечно, не знают, но они знают, что они впереди. Они идут в атаку. Они идут в атаку в верном направлении. Они могут забрать по-быстрому Пейла. Пейла поражал, Дуппельгангер, и все. Просто в замешательстве. Они даже не знают, куда врываться. В итоге нашли Пейла там, да, расставался у него бейсмастер. Ну, что толку? Там Сатаник. Он сразу моментально выходит из-под контроля. Начинает бейсмастера сбивать. Бейсмастер скорее всего сейчас погибнет. А Бисфл Блейд двойной еще залетает. Ой-ой-ой-ой. То есть Таск прожимает сноубол. Ну, тут Пейлгангер, очередная, Алхимика бьют даже в ВСПКБ. Алхимика стоит банку. Алхимик под Глимером пока что. Но он сейчас взорвется и умрет. Да, еще с косы умирает. Боже мой. Ну, все. Тут уже Алхимик не вывозит такого лансера. Никто не вывозит такого лансера. То есть, если посмотреть, у Химика 22 тысячи, но это Химик. Он должен иметь больше. А у остальных-то героев. Там Кунг 13 тысяч, Бист 9 тысяч. Как с таким лансером справиться? У него 22. И он слишком сильный. Ну, тут изначально мы говорили, что ставка все-таки в Firehawk была на темп. И темп они тут провалили благополучно. Классическая игра с Химиком. Да. Либо ты заканчиваешь до 30, либо проигрываешь после 30, как правило. Ну, вот да. Уже последние с 25-й минуты было видно, что темп отсутствует и очень-очень тяжело. А дальше все сложнее, сложнее, сложнее. И по итогам, как мы видим, на 35-й уже тут лансер выносит вперед ногами на равных слотах. Но, опять же, на равных слотах. Да, будь у Алхимика преимущество, он бы здесь, конечно, смотрелся и на 35-й минуте хорошо. Но преимущества не было. Как итог, 1-1. И не сломило Сайбериум вот это обидное поражение на первой карте. Я бы сказал, даже наоборот. Они вторую игру, несмотря на то, что проигрывали, смогли подтащить. Ждем третью карту. Ну, опять же, но MVP здесь Акс с врывом на Рошане. То есть, как будто этот момент был переворотным. Как бы с этого все началось. Как бы здесь, понятно. Если бы не этот Акс, не этот Кураж, то ничего бы, скорее всего, не получилось. Да, действительно, ждем третью карту. Это такой момент в стиле С4. Это не какой-то долгосрочная такая игра, где он круто действовал. А это вот единичный момент. Но этот единичный момент... Ну, у хороших, у крутых игроков должны такие моменты быть. Опять же, это было командное решение. Они все вместе шли в смоках. Ну, молодцы. 1-1. После паузы вернемся к третьей карте. 2-1.